163 чрезвычайных ситуации зарегистрировано в 2016 году на территории Жамбулской области. Это почти на 21% выше показателей прошлого года. Количество пострадавших людей составило 190 человек, 92 граждана погибло. В связи с чем количество погибших и пострадавших с каждым годом увеличивается. Какая в этом направлении ответственным органам ведется работа, расскажет Альфия Мингазова. В прошлом году сотрудниками ДЧС области осуществлено более 3,5 тысяч оперативных выездов. Спасти удалось почти 500 человек. Более тысячи было эвакуировано. 13 пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Основное количество погибших в чрезвычайных ситуациях утонувшие на водоемах области. Вода забрала 37 человек, 18 погибло при пожарах. Вместе с тем увеличилось и число смертельных случаев от угарного газа. Каждый человек должен о своей безопасности заботиться. Однако этого не происходит. Если бы вот эти утонувшие рыбаки использовали бы обычные специальные жилеты спасательные, они бы никогда не утонули бы. Однако же они игнорируют свою безопасность. Едут на лодке, заплывают в середину руки, лодка там переворачивается. Люди, как правило, умирают по своей вине. Из-за халатности, несоблюдения норм безопасности игнорируют всевозможные предупреждения ответственных органов. Все мы знаем страшные случаи прошлого года. Например, летом в киоске общепита произошел взрыв, где погибла девушка. Всему виной неисправны газовые баллоны, несоблюдение наипростейших мер безопасности. Тогда мы с сотрудниками департамента ПЧС проводили рейдовые мероприятия, предупреждали о серьезных последствиях, проводили разъяснительную работу. Только так можно было бы спасти других людей. Ведь проверять такие ЭПЭК, к сожалению, нельзя. Такие ситуации, где люди не ценят ни свою жизнь и подвергают риску других, не наказываются. Высокая степень объекта, который имеет пожароотношение к объектам образования, здравоохранения, с массовым прорыванием людей, объектам торговли, объектам национальной безопасности. А остальные маленькие торговые объекты с площадью 1500 квадратных метров, они относятся к незначительной степени риска. Мы их не проверяем, проводим только там проектовские мероприятия. Две недели назад страшный пожар уничтожил 18 бутиков в торговом центре Тараза. К счастью, никто не пострадал. Поджог совершили ранним утром. Однако огромное количество людей остались без работы, без денег и с кучей долгов. Все чаще жамбулцы умирают от угарного газа, взрывов, пожаров, водоемов. При ловле рыбы не используют даже надувной жилет. Почему? Люди купаются в реках, не обращая внимания на таблички «Купаться запрещено». Игнорируют постоянные предупреждения. Вопрос риторический. Как еще спасти людей? Какие методы придумать? Головоломка непростая.